Другой ник Дабу Дигдют, Дефали Гдют, что означает чувак с Дефалией. Дефалия, это врожденная аномалия развития, которая характеризуется удвоением члена. Обычно второй орган удаляют сразу после рождения, но родители не рискнули делать сыну операцию и решили оставить все как есть. Впрочем, он об этом ничуть не жалеет. Дефалия действительно иногда приводит к проблемам с эрекцией, но заверяет читателей, что оба его члена работают совершенно нормально. В юности я делала операцию, чтобы мне удобнее было мочиться. Гд говорит, что кроме слегка увеличенной простаты, никаких других проблем со здоровьем у него нет. Расставим все точки на дай, я не сожрал своего брата-близнеца, это не генетическая аномалия, и это не передается по наследству. Когда его спросили, не думал ли он когда-нибудь о том, чтобы удалить второй член, ответил, разве что в старших классах. Сейчас, черт, нет, конечно. Бисексуален и утверждает, что на настоящий момент у него было более тысячи сексуальных партнеров обоих полов. Долгое время он находился в полиаморных отношениях с девушкой и парнем. Судя по всему, в сексуальной жизни не испытывает трудностей. Ну или относится к ним с юмором. На вопрос, как обычно реагируют партнеры на особенности его анатомии, увидев его голым, говорит, что всегда по-разному. Большинство девушек пугаются и нервничают. Некоторые передумывают в последний момент. Бывает, начинают кричать и выбегают из спальни. Случалось даже, что приняв второй член за розыгрыш, пытались его оторвать. А вот парни, говорил он, никогда не меняют своего решения. Рассказал случай, когда один мужчина в спортивном зале случайно заметил, что его сосед по тренажеру устроен как-то иначе. В раздевалке незнакомец робко попросил показать. Согласился. Глядя, как тот долго рассматривает его члены, он уточнил, ты гей, я правильно понимаю. Нет, ответил мужчина. По крайней мере, не был до этого момента. Вообще-то пишут, что мужчины с гораздо большим интересом реагируют на два члена. Другой парень, который утверждал, что он абсолютно гетеросексуален, вдруг предложил, я сделаю тебе минет, хочу уделать своих друзей геев. Признался, что ему такой подход не очень понравился, но тот парень очень старался, и минет был действительно хорош. Бывали и неприятные истории в его сексуальной жизни. Он встречался с девушкой, у них были серьезные отношения, и они оба не спешили, три месяца только поцелуя и объятия. Наконец, она сказала, что готова перейти к чему-то большему. Пришло время Давудик Дют рассказать ей, что он оснащен иначе, чем все остальные парни. Мне все равно, сказала девушка. Ей не было все равно. Несколько минут спустя она велела ему выметаться из ее дома. На этом их отношения закончились. Читателям стало интересно, есть ли среди двух членов любимчик. Да, сознался, правый. А левый явно что-то имеет против меня. Оказывается, левый начинает вставать первым, но останавливается где-то на половине. Правый же быстро становится твердым. Если достаточно возбужден, подтянется и левый. Но первым всегда кончает правый. Давудик Дют не отрицает, что подумывал о карьере в порно. Но так и не решился, во-первых, он не хочет быть просто диковинкой на экране, во-вторых, у него есть чувство собственного достоинства. Когда Давудик Дют спрашивают, с какими самыми большими проблемами он сталкивался в жизни, он отвечает, всего два слова. Старшие классы. В школе ему приходилось нелегко, поначалу, когда это только вышло наружу, все было нормально. А потом все мальчишки в школе стали думать, что я гей, потому что, ну знаете, это ведь я сам так решил, что у меня будет два члена. Он пишет, что подвергался постоянным нападкам и травле со стороны одноклассников и был просто счастлив, когда школьные годы подошли к концу. Бывали и несчастные случаи. Однажды, рассказывает, он занимался сексом с девушкой. Это было двойное проникновение, и кожа между двумя членами так натянулась, что казалось, будто она порвется. Обошлось без швов, но болело адски. Другое неудобство, публичные туалеты. Стараются их избегать, особенно тех, где писсуары вместо унитазов. Дело в том, что мочиться он может только из двух пенисов одновременно. Значит, и доставать нужно оба, наконец, последнее неудобство, нижнее белье. Большую часть года, кроме зимы, ходит без него, потому что подобрать трусы под такое строение невозможно. Кожа между членами такая тонкая и чувствительная, что легко раздражается, если трется ткань. После выхода книги «Двухголовый», «Моя жизнь с двумя членами», «Даблхеда», «My life with two penises», получил множество сообщений. С тех пор я был вынужден помогать людям, которые чувствуют себя одинокими и потерянными. Я получил столько сообщений от тех, кому нужна была поддержка. Потрясающее чувство, когда удается привнести что-то позитивное в этот мир, где столько грязи и негатива. Ты ведет твиттер, где много и откровенно пишет о сексе, толерантности и принятии людей, которые чем-то отличаются от большинства. Фото-гета-имиджес.